Урбан программа о городских проектах Клепикова, директор управляющих компаний «Паритет» и Лариса Шмырова, директор управляющих компаний «Лепси Уют Плюс» и «Лепси Быт». Вот, коллеги, мы здесь в перерыве, как обычно в жарких наших обсуждениях, вышли на очень важный вопрос, который мы обсудим сразу после того, как объясним, что за группа такая, которая сейчас прозвучала в новостях, «Снегопад». — Очень красивые названия. — Да, да. Мы параллельно это выясняли. Нам как раз Татьяна Демина демонстрировала эту историю у себя в гаджете, а тут же, оказывается, и новости были. И для нас самое санное двойное открытие получилось. Но вот сразу после «Снегопада» мы поговорим о тарифе. О тарифе, потому что мы поняли, что здесь надо разбираться, конечно. И нужно дать конкретные рекомендации людям, объяснения. — Тариф на обслуживание жилья. Мы про это говорим. — Да, на что идет тариф, сколько он должен рационально составлять, как его нужно выбирать, и нужно ли клевать на демпинг цен. А вот что за группа «Снегопад», пожалуйста, нам поясните. В новостях прозвучало, что вот сейчас она образована. А на самом деле... — Нет, данная группа была создана администрацией в том году. Мы только что сказали, что в летний период времени она называлась «Листопад». В настоящий момент сегодня ее переименовали в «Снегопад». Поэтому там представители управляющей компании, там представители территориальных управлений и администрация безусловно, непосредственно. Поэтому в оперативном режиме группа позволяет... — Это группа ВКонтакте? — Нет, это группа в Вайбере. — А, в Вайбере, так. — Да. Мы получаем фотографии. Каждый знает свой жилой фонд. Естественно, мы его тут же узнаем. Та или иная проблема — крыша, крыльцо, снег, территория. Для оперативного управления, чтобы можно было своевременно отреагировать, если есть все-таки моменты с некачественным, допустим, обслуживанием. — А фотографии туда кто скидывает? — Все. Абсолютно все участники. То есть вот я, например, вижу что-то, да... Чаще всего, конечно, это делают надзорные, контролирующие органы. — Территориальные эффекты, да? — Управление. — Ну и мы между собой, соответственно, если мы идем у коллеги что-то видим, то тоже. — То есть мы не коллеги посылаем, а в группу в Вайбере. — Нет, у нас есть снегопады в своих управляющих компаниях, каждое утро осматриваем. — Это некая такая общая, да. — Есть еще внутренняя по городу. — Есть внутренняя управляющая компания. — Насколько это полезное внедрение? — Нет, это полезно. — Очень оперативно. — Я считаю, что очень полезно. — Безопасность — это превыше всего, поэтому это очень полезно. на всех уровнях, начиная с управляющей компанией и кончая администрацией города. — В силу занятости и невозможности — Даже я считаю, что если человек идет и вдруг видит и знает, чья это управляющая компания, или даже в ТЭР управление, надо звонить. — Надо сообщать. — Но пока что это группа, которая предназначена именно для чиновников и управляющих компаний. — Да, да. — Так, давайте про тариф теперь. Значит, вот очень хорошее вступление было у Ларисы Валерьевны в перерыве про расчет тарифа на управление домом на ремонт. Или как это называется? — Текущий ремонт и содержание дома. В 2012 году вы говорили, Лариса Валерьевна, что тогда рассчитывали где-то там в Центральном институте какого-то по всей России тариф. И приведите, пожалуйста, эти цифры в 2012 году, как его рассчитали. — Значит, у нас единственный институт остался, который занимается ЖКХ — это в городе Москве, который был создан еще в середине XX века. До сих пор он существует. Он утверждал в свое время нормативы потребления, не нормативы потребления, а нормативы обслуживания для всех специальностей и для сантехников, для электриков, для дворников, для строителей. До сих пор они существуют. Они носят, конечно, рекомендательный характер, но управляющая компания, в том числе, мы всегда ими пользовались. — То есть на них ориентируетесь, да? — На них, да. И когда вышло постановление об утверждении минимального перечня услуг, вот этот институт тогда сосчитал по нормам времени, с учетом расценок, какой должен быть тариф на домах в зависимости от того, что надо делать в этом доме по жилищному кодексу. Так, в 2012 году вот озвучили, тогда на учебе была всесоюзная конференция, озвучили, сосчитали южные города и Дальний Восток. Так вот, 25 рублей на 2012 год составлял стоимость тарифа — это Краснодар, а Владивосток — аж 100 рублей. Наша вот эта серединка была тогда еще 42 рубля для того, чтобы, ну, это было достойно с квадратного метра обслуживания. Это были, на самом деле, ответственно эти цифры. — 2012 год. — По факту средней сейчас тарифная ставка какая? — До 20 рублей. — До 20 рублей. Это 2018. — В зависимости от категории дома, конечно. — И этого тарифа, вот давайте честно скажем, его хватает или не хватает? Он расчетный или нерасчетный? — Ну, все зависит от — Вы экономисты, три экономиста. — От состояния дома все зависит от тех работ, которые необходимо проводить на данном доме. — И от этажности. — От этажности. — Я по-другому задам вопрос. Если бы у вас сейчас был тариф, как в 2012 году вам рекомендовали, там, 43 рубля, что бы изменилось? — Изменилось бы все. — Все. — Абсолютно. — Вы получаете эти деньги. — У нас, вот, у Ларисы Валерьевны точно так же достаточно старый жилой фонд. Это было бы отремонтировано уже все. — Было бы все отремонтировано. — В идеальном состоянии. — Без капремонта. — Подъезды, пластиковые окна, прекрасные входные группы. Было бы сделано уже все. — Вот на этом тарифе. Если бы он тогда существовал. — Даже если бы сейчас и дворовые территории. — И дворовые территории. — Если бы был тариф в два раза больше, было бы уже все отремонтировано. Значит, у нас тариф в районе 20 рублей. Какие факторы влияют на этот тариф? Как он складывается у нас так исторически? У нас есть сферосчетный тариф, который нам городадминистрация дает. — Это 22, по-моему, с чем-то рубля. — Это для пятиэтажных домов. — От вида домов. — От этажных, конструктив, наличие лифта. — От степени износа и от этажности. — Униципальный тариф, это вот мы про него сейчас говорим. — Он минимальный. — Нет, посчитайте, в нашем городе он максимальный. — Максимальный. — То есть на него ориентируется именно как на максимальный тариф. — Да вы что? — Да. — Но мы понимаем, что он экономический, это, конечно, если говорить о домах, не оправданно. — Света, при этом есть в городе дома, которые предлагают обслуживание за 13 рублей с квадратного метра. — Я тебе больше скажу. — Нельзя сказать, что живут люди необеспеченные. Он тоже сражается за каждый рубль, и у нас меньше 20 рублей. Даже не скажу, сколько. Несмотря на то, что дом такого требует приведения в порядок, что ого-го. Но я почему об этом говорю? Я знаю, что люди, конечно, на любое повышение тарифа реагируют по-разному. А ожидания всегда очень большие. Вот всегда очень большие. Я понимаю, что у нас достаток в Кировской области, в городе Кирове средний очень невысокий. А тарифы все время растут на все. Вот нас ожидает мусорный тариф, вот нас ожидает консессия, вот нас ожидает на все повышение абсолютно. Это точно. Это точно. Но надо уметь спрашивать, за что, да, и понимать, в каких ожиданиях там ты живешь. У меня есть ощущение до сих пор, что когда люди говорят о своих домах, вот в любом аспекте, они все равно считают, что где-то государство должно что-то сделать. И даже когда платят деньги собственные, такое ощущение, что отдают какому-то дяде, вот, и не спрашивают, как эти деньги будут работать дальше. Но вот правда, если люди даже не знают, как позвонить в управляющую компанию, то уж тем паче не знают, что так компания им предоставляет. Света, ведь управляющая компания по закону, я так понимаю, в конце года каждая управляющая компания по каждому дому готовит отчет. Да, сколько средств получено, сколько куда потрачено. Вот, я уверена, что процентов 95 кировчан в этот отчет ни разу не заглядывали. Я тоже так думаю. Поэтому мы должны сейчас с вами тариф обосновать. Вот еще раз, почему у нас все сразу не заколосилось, не зазеленело и не зацвело, потому что все-таки этот тариф, он все-таки минимален для обслужения по факту, невозможно на него, с экономической точки зрения посмотрев, невозможно на него сразу все сделать. Мы сейчас не будем говорить, что есть фонд капремонта, который не освоил миллиарды. И это другая история. Может быть, стоило лучше эти деньги не на капремонт платить, а именно в тариф управляшкам, которые все бы делали. А там миллиарды лежат, не знаем мы, где они лежат и в каком состоянии. Вот мы сейчас не будем об этом говорить, да? Они копятся. Хорошо, они копятся. Хотя инициатива хорошая. Хотя инициатива хорошая, но мы видим, что она низкоэффективная. И это озвучивает уже власти. Скорее бы приняли решение, что не должны лежать миллиарды, а должны работать те люди, которые заплатили. Светлана, на самом деле вот сегодня коллеги подчеркнули насчет спецсчетов. Дальше уже решать. И паритет, и Лепси-Быт, и Лепси-Уют-Плюс сказали про спецсчета, и уже понятно, сам управляешь, сам определяешь срок работы и подрядчика. Но при этом надо понимать, что управляющая компания, с которой работает ваш дом, этой управляющей компании надо доверять, потому что специальный счет, насколько я помню, оформляется на юридическое лицо. Контролировать его могут собственники, в состоянии этого счета. Но, тем не менее, владельцем счета является юридическое лицо. Если нет ТСЖ, то это все равно управляющая компания. Так или нет? В нашем случае владельцем счета является региональный оператор у всех домов. Мы не берем на себя эту ответственность. То есть региональный оператор с управляющей компанией. Но счета специальны. Именно этого дома. Но на базе фонда капитального ремонта. Это для тех домов, у кого не создано юридическое лицо, то есть ТСЖ или ЖСК. То есть не обязательно это управляющая компания. Примерно на полминуты. Поговорим про демпинг. Демпинг цен, который осуществляет часто управляющие компании, заходящие новые управляющие компании, которые заходят на рынок, или управляющие компании, которые меняют свои названия и вдруг в новые преобразуются. Мы продолжаем разговор о тарифе и понимаем, что тариф в среднем в Кирове 15-18 рублей. Нет, мы в районе 20. 20 все-таки, наверное. 18-20. Городской тариф для пятиэтажек 22,51 или 4, а для девятиэтажных, десятиэтажных домов там где-то в зависимости газ, электро, от 24 до 26 рублей. Понятно. Ну, значит, я поговорю со своими соседями. Вот. Значит, смотрите, какая история. Правда ведь? Нам все время говорят, особенно в свете мусорной реформы, что Киров ждет передел рынка управляющих компаний. Прям вот, правда, последние там несколько месяцев все время говорят, что и кто-то требует укропнения, значит, лотов, что называется, то есть, чтобы осталось мало управляющих компаний, но они управляли большими кусками. А кто-то говорит, не смейте, значит, давить конкуренцию, и она должна существовать. Но, тем не менее, управляющие компании уходят и приходят. Это какой-то постоянный более-менее процесс, разная интенсивность, он протекающий. Да. И часто встречается такая ситуация, что приходит новая управляющая компания, естественно, ей что-то нужно показать. Чем она лучше, почему к ней должны перейти люди. Показать можно разное, но очень часто показывают низкий тариф. Бывает такое? Ну, это чаще всего работает изначально. И это работает? Коллега, скажите. Меня лично удивляют дома, которые выбирают управляющую компанию для своего дома именно по увеличению тарифа. То есть устраивают конкурс, кто меньше предложит тариф. Несмотря на то, сколько работает управляющая компания, какие они отзывы, сколько домов в управлении, главное низкий тариф. Что эта управляющая компания новая за такой тариф будет делать, уже никого не интересует. То есть вот такой демпинг, он есть, и поэтому в нашей сфере каким-то образом повышать тарифы достаточно проблематично. Я еще добавлю, некоторые управляющие компании приходят и говорят, что вот тариф наш, например, там 10 рублей. А все работы по текущему ремонту дополнительно. И потом, когда они могут сосчитать год, там будет намного выше. Хотя это нарушение по жилищному кодексу. Никаких дополнительных оплат не должно быть. Вот должен быть тариф, вот опять же, я вспомню постановление 290, минимальный перечень услуг. Там вот это все прописано. И поэтому тариф на год, вот он должен включать вот это все. И дополнительно люди не должны платить. Ни на, ни даже за уборку снега зимой. За вызов трактора условно. Ни за ремонт лестничных клеток. Это все должно быть в тарифе. Можно работать, что людям давать рассрочку. Вот мы так делаем. Например, если мы заложили ремонт лестничной клетки, мы в калькуляции показываем, что мы людям разложили даже на два года, потому что дорого. Ну да, у нас в Кирове небольшие зарплаты, это все понятно, но это надо обговаривать, это надо проговаривать с людьми, чтобы это понимали. Вот продолжаем. А как, заметьте еще раз, постановление номер 290, минимальный перечень услуг, можно посмотреть в интернете и посмотреть, что туда входит в эти работы. Ну, еще, так скажем, этот минимальный перечень услуг, он может каким-то образом корректироваться, и собственники могут добавить туда еще какие-то услуги, соответственно, опять же, за определенную плату, которую они хотели бы видеть от управляющей компании. Вот можно я тоже приведу пример в этом году. На доме мы утвердили тариф ремонт лестничных клеток туда включили. У нас один подъезд вот подумал и пришел, и говорит, Лариса Валерьевна, ну, дом 47-го года, мы сделаем ремонт лестничных клеток, а окна у нас будут страшные. Давайте поставим пластиковые окна. Так, давайте. Давайте. Мы посчитали, будет стоить столько-то. Всегда людям идем навстречу. Я понимаю, за один раз предъявить дорого. Мы на полгода им дали рассрочку. Они нам потихоньку оплачивали в течение шести месяцев установка пластиковых окон. Мы налили подрядчика, нам поставили окна. Вот они еще с нами до сих пор рассчитываются, но они живут в хорошем дом 47-го года. Это пятиэтажный дом? Он даже четырехэтажный. Я просто пытаюсь прикинуть, на сколько квартиры не много. И поэтому тариф-то, понимаете, вот чем выше дом, тем получается меньше тариф. А чем ниже дом, а еще если он и старый, эта экономика, от нее никуда не уйти. Тариф он высокий. Тут ничего не сделать, тут надо содержать. И вот на этом доме у нас тариф 27 рублей. Но люди поняли на собрании, я им все объяснила, все рассказала, все показала. Так они потом пришли и сказали, давайте мы еще пластиковые окна поставим. И дополнительно в течение 6 месяцев мы собирали, но теперь в подъезд им приятно зайти. У них и пластиковые окна, и отремонтирован подъезд. И самое главное, у них еще и тепло теперь в подъезде всегда, мне кажется. лариса и собственники, которые понимают эту систему, что с управляющей компанией можно и нужно работать именно в таком направлении. Зачастую именно их дома, их подъезды, их придомовые территории находятся в другом состоянии. и управляющая компания конечно же помогает вот таким домам все это воплотить в жизнь. И ключевое лариса Валерьевна сказала экономика опять же ссылаясь на практику нашей управляющей компании, которая долгое время получала дома по конкурсу. Соответственно у нас действовал муниципальный тариф. Определенная практика и статистика уже показывает что данный тариф для обслуживания малоэтажного строительства недостаточен. Даже у вас на новых домах? Даже на новых домах. Коллеги удивлены но тем не менее я-то экономику тоже знаю и могу о ней говорить. Поэтому в любом случае сейчас моя личная задача выходя на собрание к собственникам объяснять экономически обоснованный тариф что такой-то дом столько-то этажей такая-то территория стоит это столько-то не потому что я хочу вас ободрать не будем вот эти слова а потому что я хочу качественно обслуживать я хочу чтобы вы продолжали жить в красивых созданным застройщиком домах чтобы мы за этим ухаживали качественно безусловно это стоит денег соответственно вот здесь большая работа нас руководителей управляющих компаний в период проведения общих собраний и необходимо найти вот ту ячейку тот актив тот совет дома который будет нас в этом поддерживать вот это важно я про старших по дому очень хотела поговорить я сейчас понимаю коллеги что мы про детские площадки озеленение мусорную реформу не успеем ну и слава богу будем встречаться в режиме таком регулярном и будем отдельные темы брать и просвещать потому что это очень важно у нас на сети темы говорили другие специалисты и чиновники и те кто строит и активисты и те кто производит а с управляющими компаниями мы будем отдельно брать блоки договорились но сейчас мы вышли на очень важный момент это работа как раз мы так или иначе все время этого касаемся но это работа с жителями и вот организация активного ядра давайте мы вот как раз оставшееся время это мы посвятим потому что я думаю что конечно наверное если в доме есть дружба есть добрососедство и есть люди готовые вам помогать это облегчает работу управляющей компании с одной стороны а с другой стороны у меня зачастую складывается впечатление что это единственное там условие абсолютно необходимое для того что все заработало совершенно верно потому что если есть этот актив дома если есть председатель старший по дому небезразличный неравнодушный к той территории к тому подъезду к тому дому где он проживает и он с нами ведет диалог у нас выстраиваются замечательные отношения мы прекрасно осознаем мы понимаем что нужно сделать и вот это очень важно найти тот актив а надо сказать что гражданская позиция далеко не у всех активная и зачастую собственники иногда боятся брать на себя ответственность и говорят не-не-не я не буду председателем я не буду советом дома но вот наша задача именно так и поставлена цель нашей компании мы выстраиваем отношения с собственниками и находим вот эти вот точки соприкосновения где действительно формируем некую культуру проживания добрососедство традиции правила и вот здесь это единственная возможность управлять качественно и тот же там опять возвращаясь к тарифу да у меня не будет ко мне никаких претензий а за что мы платим то есть вот этот банальный простой вопрос почему я плачу и за что я плачу все понятно за что и почему так актив может это разъяснить своим соседям как формируется актив как формируется актив но это очень непростая процедура очень сложный процесс потому что на многих домах которые находятся у нас в управлении таких активов нет там где есть активы дома где есть председатели работа идет на доме всегда есть работа в одном направлении мы движемся мы знаем что необходимо делать как делать и все это согласовано с собственниками у нас замечательно есть председатели а старшие по дому председатели они какое-то возмещение получают материальные за свою работу или они вот прям на общественных начали? По решению общего собрания собственников. Если человек себя проявил, они видят работу, что да, вот человек действительно старается, то сами выходят с предложениями, устанавливают вознаграждение и данный человек получает это вознаграждение. То есть даже если нет ТСЖ, есть управляющая компания, старший по дому, все равно по решению собственников может какое-то возмещение за чего-то получать. Лариса Валерьевна, а у вас как? У нас так же. Ну, в смысле, если мы возьмем соотношение активных домов и таких вот неактивных, каких больше? Вы знаете, конечно, если есть старшая по дому, если есть совет дома и, ну, ТСЖ, ЖСК, понятно, что это председатель, но и председатель председателю рознь. Если председатель активный, если он болеет сердцем за своих жильцов, у нас все время это связующее звено, мы всегда знаем, что хочется дому, чем они живут, и председатель, вот он соединяет нас и жильцов. Поэтому это очень хорошо так должно быть. Ну, есть, конечно, многие дома, где... Не могут выбрать. Да, или боятся, говорят, да мы ничего не понимаем. Или не хотят. Разные причины. Эти дома, я считаю, они страдают, потому что мы не знаем настолько, что происходит в доме и что надо делать. Например, мы каждый год составляем планы. Естественно, мы по осмотру составляем планы. Осмотры должны у нас проходиться весной, осенью должны проходить осмотры. Мы составляем планы ремонта. Но мы еще, кроме этого, мы хотим и видеть, а что хотят жильцы. И когда есть или председатель ТСЖ, или есть совет дома, вот мы сейчас уже им через электронку отправили, что дайте нам свои предложения, дайте нам свои желания, а мы с вами в первом квартале 2019 года обсудим ваш план ремонта. А дальше, ведь это же все цепочка, а дальше уже тариф. Потому что, ну, каждый год, вы же знаете, что даже по независящим от нас причинам, это увеличением рот, ужесточение каких-то законодателей. А в 2018 году это рост стоимости вывоза мусора просто совершенно неожиданно для управляющих компаний. Сейчас опять перескодж. Например, в домах, где газ раньше должен был проверяться раз в три года, теперь он должен проверяться раз в год. И поэтому мы все равно, ну, как мы этого хотим, не хотим, но по тарифу мы встречаемся. Ну, мы, значит, и вкупе и решаем. По независящим от нас причинам мы в тариф закладываем, но и желание жильцов и по акту осмотра, что мы должны, мы обязаны сделать, как управляющая компания. Прервемся на полтора минуты. У нас реклама и по оплатам поговорим поподробнее. Да, и мы с управляющими компаниями, с их главными людьми в управляющих компаниях разговариваем о том, как должна работать управляющая компания, производим такой ликбез для наших слушателей, как взаимодействовать с управляющей компанией, у кого какие права и обязанности. Татьяна Адюмина, генеральный директор управляющей компанией Азбука Быта. У нас Анна Клепикова, директор управляющей компанией Паритет и Лариса Шмырова, директор управляющей компанией Лепси Уют Плюс и Лепси Быт. Вот смотрите, коллеги, по оплатам и по платежам действительно очень много мы говорим. Вот очень много говорим. С общественной палатой и с комиссией по тарифам ЖКХ мы говорим. Андрей Воробьев очень часто приходит к ЖКХ-эксперту, что-то пытается нам головы внедрить, но все равно... Кожил инспекции периодически бывает. Кожил инспекция, но все равно есть ощущение, что мы не знаем ничего или знаем очень мало. Мы, я имею в виду, жители и домовладельцы. Это, кстати, тоже такая очень проблема, наверное, потому что действительно повышать уровень знаний самих жильцов это тоже необходимо, чтобы у них не возникало вопросов. Вернее, надо отметить, что сфера сложная, поэтому объяснить с первого раза, ну, наверное, не всегда получается. Поэтому, опять же, возвращаясь к активу и к председателю дома, который, вникая в это во все, сможет потом уже тоже донести эту информацию жильцам. Вот пример хороший есть у паритета. У вас там есть председатель ТСЖ очень активный. У нас не ТСЖ, а председатель совета дома. Да, есть Ленина 20, Валерий Семенищев, который организовал ассоциацию председателей советов многоквартирных домов, где пытаются каким-то образом данных председателей просвещать с точки зрения и законодательства, и начислений, и взаимодействиями с управляющими компаниями, и с надзорными органами. Также я неоднократно выступала на данных мероприятиях и рассказывала про именно начисления в жилищно-коммунальном хозяйстве. Из чего состоит тариф, что туда входит, каким образом производится начисление, в том числе, и за ресурсы. Поэтому вопросов всегда очень много у председателей. Стараемся на них отвечать. Вопрос начислений, он же самый важный. И вот Анна Борисовна ответила сейчас про свещение. Почему? Есть у всех единый платежный документ. Было бы у меня такое право, я бы в этот единый платежный документ, ну как экономист, наверное, добавила бы как минимум дополнительные строчки с формулами, еще с чем-то, чтобы у собственника было понимание, а что, из чего складывается. А так как это унифицированный документ, в который нельзя вносить какие-либо изменения, соответственно, собственник, получая данную квитанцию, у кого-то лишь бы заплатить, чтобы ничего не должен, у кого-то начинается куча вопросов, а что тут за коэффициенты, а что здесь за нормативы, а что здесь за тарифы, поэтому вот вопрос начислений было бы... Коммунальных услуг, он очень сложный. Он очень сложный, и даже если сейчас там даже элементарную формулу если дать, она и то просто так не сложится из тех показаний, которые есть внутри квитанции. И вот это приводит к непониманию собственников и к негативу, что нам очень важно, то есть мало того, получив квитанцию после 10-го числа, нас просто сносят от количества звонков просто элементарными вопросами сложить, что из чего складывается. А вот тогда вопрос, смотрите, ко всем к вам. Как часто и вообще делаете ли вы это? Вывешиваете ли вы в домах, где-то там на информационных стендах вот эти вот вещи? Ведь это же можно все размещать. То есть, понятно, в платежном документе унифицированном вы это не укажете, но вы же можете в каждый почтовый ящик вложить бумажку, где написано, что мы делали вот это, вот это, вот это. Не всегда это возможно. Объясню тоже, почему. Потому что это дорого или запрещено? Нет, вопрос не в этом. Вопрос в донесении информации, поскольку, еще раз говорю, каждая строчка имеет норматив, индивидуальное показание собственника, общедомовые показания собственника. там очень много коэффициентов, участвующих в этой формуле, и разложить ее там каким-то общим, что она одна общая на этот дом, нет. У каждого она индивидуальная. Поэтому и говорю о том, что необходим какой-то инструмент, позволяющий на единоплатежном документе, потому что он уже конкретно видит конкретно свои показания, свои объемы по индивидуальному прибору учета. Здесь другой должен быть инструмент. А ведь еще тут разные такие накладки бывают, тоже я узнала с удивлением. Вот тоже в последние три недели у нас много мы посвящали эфиров по этой теме, делали. И нам говорил, по-моему, тоже Сергей Жиулитин по поводу, он говорил нам о том, что иногда отличаются показания, которые человек сдает вроде бы, по счетчикам своим и те, что уходят в ресурсоснабжающую организацию. И говорил как раз, что есть человек в доме, который эти показания как бы собирает и передает. И вот те показания, которые этот человек передает, они берутся за основу. И там могут происходить какие-то расхождения. Вы знаете про так? Это в каждом доме индивидуально. Но это, скорее всего, касалось не управляющих компаний, а ресурсоснабжающих организаций, которые вот, начиная где-то с июля месяца, начались вот такие проблемы с начислением. То есть это прямые договора у домов, где прямые договора. Те дома, которые оплачивают коммунальные услуги через управляющие компании, такого быть не может. То есть мы непосредственно отвечаем за передачу показаний, мы их знаем. А я там среди коллег в более выигрышной вообще ситуации, мои новые дома оснащены автоматизированной системой диспетчеризации, где нажатимы практически одной кнопкой. Другой вопрос, что есть собственники, которые очень педантично относятся к показаниям, и они, проверяя свой расход, конечно, имеют право передать это в региональный просчетный центр. И вот тут может быть расхождение в показаниях. Анна Борисовна сказала, в данном случае это ресурсники. Те, кто имеют прямые договоры с собственниками. Когда в одной квитанции там не может быть проблем, а когда или прямые расчеты, или прямые договоры, здесь могут быть проблемы, потому что сейчас практически вот у нас все дома на прямых договорах, конечно, есть сложности, и мы стараемся работать так, вот, например, с ККС, мы передаем у нас все равно наши слесаря, сантехники обходят два раза в год, все равно ходят, проверяют. Мы ежемесячно обмениваемся из ККС информацией об индивидуальном начислении для того, чтобы у людей было все правильно. Вот приведу опять пример. В сентябре месяца 4 дома у нас перешли на прямые договоры. Энергосбыт плюс до сих пор еще не начислила отопление. Это октябрь, ноябрь, и будет уже декабрь. Вот мы с ними работали тесно неделю, мы уже написали письма ресурсникам и сказали, разрешите нам самим начислить отопление. Потому что бабахнет потом, хотя бы по две тысячи на квартиру. Представляете, да, ну вот они нам разрешили, вот мы им помогаем, так мы хотя бы за октябрь, ноябрь сейчас в декабре выдадим квитанции. Ну потому что когда разом упадет сумма в 10, там 12, 15 тысяч, астат отопление 60 процентов. на прямые расчеты, прямые договоры, как и любые другие изменения, любые другие реформы, как вот эта мусорная реформа, всегда вот проходят какие-то вот эти вот трения, поэтому... Так не должно быть, так не должно быть, потому что неорганизована совершенно сейчас у энергосбыта работа именно по приему домов, которые приходят на прямые договоры. не готовы. собственников на прямые договоры и простояв в очереди, выясняя одну единственную квитанцию, сколько пройдет времени, еще и не выставляют, опять начинаешь задумываться, надо ли это пробовать. Вы получите, потом весь негатив. Негатив получим мы, как управляющий компания. Да, конечно же. У меня, вот у нас остается 3 минуты, есть вопрос, он тоже там опосредованно связан с тарифом на обслуживание, я, наверное, его задам. Он касается мусорной реформы и того, каким образом сейчас будет меняться тариф на обслуживание и ремонт и содержание жилья. Вот в каком проценте? Просто давайте мы людей подготовим. Никто не понимает, сколько вычтется и вычтется ли. Ну, первые звоночки уже, да, мы имеем в управляющей компанией. Например, я лично уже отвечала буквально 2 дня назад, потому что начинает, видимо, все-таки муссировать уже и до жильцов доходит эта информация. Конечно, тариф на содержание меняться будет. Но он будет меняться в составе вывоз мусора. Содержание контейнерной площадки остается на управляющей компании. То есть, собственники должны четко осознавать, что тариф будет разделен. Вывоз мусора это одно, а содержание контейнерной площадки она должна быть рабочей, чистой, с контейнерными... И еще аренда контейнеров, которую предстоит также оплачивать управляющей компании. Это останется в составе тарифа. Ну, я хочу добавить, КДУ все-таки поняли, что они же в одностороннем порядке расторгли со всеми управляющими компаниями договоры о содержании. Сейчас, как бы, понимать, что содержание надо оставлять. Значит, они планируют заключать договоры с управляющими компаниями о содержании, туда небольшую дельту аренды включать. Если говорить это в рублях и копейках, конечно, по каждому дому это по-разному, но примерно где-то, если каждый дом видит свою калькуляцию, там же где статьи, сколько, например, вот если где-то около двух рублей вывоз ТБО с квадратного метра, значит, вот это убирается. Но мы уже примерно все-таки правильно говорю, просчитывали, потому что нам окончательное коммерческое предложение до сих пор еще КДО не дали по содержанию, но примерно нам говорили, мы посчитали, где-то, конечно, копеек 40-50 копеек на содержание этой контейнерной площадки с учетом аренды это останется. Вот из этих двух рублей. Из этих двух рублей, да. Условно говоря, если квартира 35-метровая, минус полтора рубля получается с квадратного метра, то есть это 45 рублей, да, получается. Почему? 30 квадратного рублей. Полтора рубля с квадратного метра остается за вывоз мусора, то, что люди не будут платить. Правильно считают. Ну ладно, рублей 20 останется. Хорошо, в прямом херене. По некоторым домам, так как КДУ считает, что контейнеры, мы будем закупать у них контейнеры, это касается в принципе домов девятиэтажа, где еще до сих пор находится мусоропровод, где конкретно только мы есть, где у нас рабочие мусоропроводы работают, где конкретно контейнер на подъезде находится, где мы приборкой сами занимаемся, мы будем выкупать, вот здесь они уже нам коммерческое предложение далее, будем уже будем выкупать со старшими, с председателями домов, вот мы уже согласовали, где мы будем выкупать эти контейнеры. Да, про мусор обязательно поговорим с нашими коллегами в ближайшее же время, тарифы должны быть установлены, договоры должны успеть разослать, и все это, я думаю, что грянет прямо под Новый год, как большой подарок. А в сфере ЖКФА это уже не первый год. Программа Урбан завершена, мы благодарим наших гостей Татьяну Демину, Анну Клепикову и Ларису Шмырову, Светлана Занько и Анна Лапшина, прощаемся с вами. До свидания. До свидания. Урбан. Программа о городских проектах.